Давайте, наверное, с такой довольно резонансной новостью этих дней, я думаю, не только она была актуальна вчера, когда прозвучало, это заявление посла Китая при ЕС, что КНР не поддерживает так называемую спецоперацию по факту войну России против Украины и фигура речи всего лишь выражение о безграничной дружбе КНР и Российской Федерации. Вот как теперь Кремлю быть после этих слов? Ну, договор о вечном мире, который иногда длился не более года, это обычный такой дипломатический язык, здесь нет ничего нового, особенно что касается стран Азии, там люди не скупятся на эпитеты, Северокорейскую пропаганду, какой молодец Ким Чен Интон, орелы летящие в стратосфере, владыка тысячи китов, ну то есть это абсолютно нормально, когда они поднимают настроение собеседников в этом образе. Они изначально были против войны, им же нужно по большому счету ресурсы со скидкой, а не то, чтобы их там американцы мучили с вторичными санкциями. Ну, тут вопрос же не только в эпитетах, а как было представлено тот визит и те последствия, которые якобы этот визит дает России на международной арене, они чуть ли там Москва и КНР... Так они же врут всегда, они же не в состоянии ее вообще правду никогда сказать, ну то есть там в лучшем случае нужно делить на несколько, а в основном они говорят все с точности да наоборот, как нашкодивший маленький мальчик, у которого, я не помню как это называется, дополненная, зеркальная коррекция, как это называется, забыл я, психиатрия. Вот, они все зеркалят в основном, ну то есть как маленький мальчик из парчиков в штаны и говорит, что нет, это не я, это няня, но не ругаюсь сильно, она случайно сделает, больше так не будет. Хорошо, но тем временем в Китай поехал Макрон, поехала Урсула фан дер Ляйен и договаривались там с Си Цзиньпинем, и по словам Макрона в первую очередь они говорили о войне России против Украины и просили образумить, да, Китай, чтобы образумил Россию, используя свои возможности. Правильно делали. Да, конечно, что могли они вот предложить, поскольку, ну Китай же прагматичный игрок, вряд ли моральные только доводы были, вот что могли предложить такого Китаю кнут или пряник, или и кнут и пряник, вот чтобы его стимулировать в таким действием? Ну Кнут есть только в Штатах, а они могли предложить только, наверное, какой-то комфорт инвесторам китайским, как 42 года назад американцы предложили саудитам инвестиционный комфорт в обмен на снижение цены на метки. Так, наверное, что-то, что-то, китайцы плохо пускают в Европу, а плохо дают покупателям, виноградникам, производителям, наверное, что-то, что-то в сфере экономики. Их в целом интересуют только деньги, по большому счету. Вот, у них нет политических каких-то гиперамбиций владеть всем миром, и им достаточно, их империя, которая достаточно большая и достаточно мощная. Вот, это интересует и деньги, и возможности покупать и владеть большими предприятиями, как у них там получается, в Африке и так далее. Я думаю, что что-то такое им пообещали. Вот что сегодня заявил Си Цзиньпинь, по его словам, применение ядерного оружия недопустимо, в том числе в войне против Украины. Да, вот довольно такой четкий месседж, то есть про то, что немедленно вывезти войска российские со всей территории Украины, он не говорит. Но вот про ядерное оружие говорит. То есть, все-таки доиграли с размахиванием дубинка ядерной, что уже и Китай вот прям прямо говорит, нельзя использовать ядерное оружие. И в Украине нельзя использовать, даже в Украине нельзя использовать. Или что это? Ну, Китай вторжение осудил. Ну, так, без истерики, но они и тогда сказали, что мы не признаем ни Крым ничего, и вторжение осуждаем, убийство мирных жителей осуждаем. Они тогда, с самой первой недели они отреагировали. Да, не так, как там Канада, но абсолютно точно дали понять, что им очень некомфортно. И, ну, по большому счету, им это абсолютно не нужно. Удвоение границы с НАТО. Вот как-то очень вяло о нем говорят, по сравнению с другими темами. То есть, очень много говорят о Трампе, о деле против Трампа. Очень много говорят о войне в целом, как они там побеждают, и уже непонятно, почему еще не победили. О многом говорят, о трансгендерах говорят, о каких-то ЛГБТ-инициативах на Западе. А вот удвоение границы с НАТО России, вот не говорят. Что сейчас говорят? Говорят, ну, главное, что Швеция не вступила, потому что Швеция более сильный игрок. А когда Швеция вступит, что тогда будут говорить? Ну, вообще, удвоение границы с НАТО можно только приветствовать, потому что нам потом будет проще вступать в более естественный процесс. Вот что я считаю, нужно было 22 года назад сделать. Ну, начальной процедуры. Вот. А когда была инициатива со стороны России, это можно было. Ну, прекрасно. А какие проблемы в России испытывала от того, что в странах Балтии стоит база НАТО? Никаких. Они что, ночью закидывают гранаты через границу или мечут фекалии? Что они делают? Наоборот, очень комфортно, безопасно. Классно, что они здесь. Но то, что Россия, официальная позиция была, что война с Украиной, это недопустение расширения НАТО, это было вранье. То есть, это не была цель. Цель была земельки, как Путин говорит, земельки захватить. И, собственно, никакой цели, кроме земли, мне кажется, по большому счету и не было. Наказать непокорных и забрать землю. Собственно, вот земля и движется, и здесь, мне кажется, эти два знака. Хорошо. Ну, соглашательство такое постфактум с вступлением с Финляндией. Соглашательство с постфактум с вступлением в Швеции. То есть, ну, как-то никакой революции не произошло в России после вступления в Швеции. Удвоение границы. Ну, так может, то же самое, когда Украина вступит в НАТО? Ну, вступила и вступила. Вступила и вступила. По мне, так прекрасно. Если бы Украина вступила в НАТО, то гораздо проще потом договариваться будет с НАТО, новому руководству России. А с населением? Как быть? Вот это население, ну, российским, которое... А ему надо по телевизору сказать, что НАТО классно. Во всем четырём каналам оставлено. А с Z населением? Вот те, которые носители Z? Так, а можно объяснить, что это то и означает. Вот так просто? Да, ну, конечно. Этот механизм психологического воздействия классно описан у Орлова в 1984. С сегодняшнего дня воюем социальности. Субтитры создавал DimaTorzok